Всем привет дорогие зрители, с вами Сеня, я хотел бы записать небольшое видео, где объяснил бы вам свое видение перспектив CSGO, что будет, по-моему, с этой игрой, ну и как вы, дорогие зрители, могли бы стать самым хорошим профессиональным игроком и, конечно же, попасть в команду Na'Vi. Приятного просмотра, пальчики вверх! Для начала я начну наверняка с того, что в эту игру под названием Counter-Strike Global Offensive никто никогда не хотел играть, и перспективы были очень туманные. Когда-то очень давно мы с командой Fnatic сыграли шоу-матч, и вышло это довольно забавно, настолько забавно, что у обеих команд было невероятное отвращение, и в итоге что Na'Vi, что Fnatic стали играть в CSGO позже всех. Хотя, конечно же, теперь уже с высоты нашего полета, скажем так, с высоты времени мы понимаем, что в CSGO нужно было начинать играть раньше. Раньше всех это удалось сделать команде нынешней NAP, тогда они назывались SK Gaming, они перешли еще на бета-версию CSGO. Не знаю, как у них там проходил этот процесс, но они начали играть раньше, и в итоге они доминировали около года, вот просто на CSGO сцене. Но пока в этот момент особо больших, крупных турниров, денежных турниров не было. Ну а самый большой и крупный денежный турнир, мажор 2013 года, DreamHack, команда NAP проиграла Fnatic'ам. Довольно неожиданно. Но все равно NAP играет до сих пор, играет очень классно, и в принципе периодически побеждает на тех или иных соревнованиях. Будущее же CSGO, скорее всего, довольно успешное, потому что эта игра новая в любом случае, хотя выпущена уже там 4, грубо говоря, года назад, если брать опять же первую бету еще. Но при этом постоянно обновляется, постоянно разработчики ищут какие-то новые возможности для комьюнити и не забивают на эту игру. Ну и, соответственно, пока разработчики интересуются своим детищем, постоянно апдейтят этот продукт, естественно, CSGO будет развиваться. Ну и плюс не стоит забывать о невероятной популяризации киберспорта в мире, о том, что огромное количество богатых людей, богатых компаний вкладываются в киберспорт, дабы, опять же, зарабатывать на той аудитории. Ну и, соответственно, любые вложения в эту сферу, они привлекают новых людей. И у нас идет такой круговорот. Ну и плюс другие игры, конечно же, они тоже косвенно влияют и на CSGO. Вообще CSGO это пока что единственный шутер, если не брать во внимание Overwatch, который вот добился таких вот невероятных успехов. Командный шутер. Ну и, соответственно, я думаю, что впереди у нас все только начинается. А дальше, естественно, нужно ожидать International по CSGO. Он рано или поздно в любом случае будет, потому что, ну, мажоры это круто, но они уже длятся на протяжении, там, трех лет. И, конечно же, отчасти аудитории они надоели и хотелось бы что-то глобальное. Ну и ничего глобального International по CSGO я не вижу. Поэтому, конечно же, рано или поздно этот турнир придет, ну, наверное, не на смену мажорам, потому что в любом случае большие чемпионаты нужны для профессиональных команд при поддержке разработчика. Поэтому от мажоров, скорее всего, никто не откажется. Ну а насчет шанса стать профессиональным игроком, то, естественно, в данный момент он есть у каждого желающего. Потому что сейчас есть интернет, потому что сейчас есть огромное количество сайтов, посвященных и киберспорту, и CSGO, в частности, и другим играм. Поэтому все зависит только от человека и от того, умеет ли он пользоваться нормальным интернетом или нет. Очень плохо, наверное, так говорить, но сейчас есть огромное количество, ну, так называемых школьников, да, которые вот, ну, как-то просто не плавают, да, что ли, в этой сфере. Хотя, казалось бы, вы, молодые ребята, должны, наоборот, быстрее всех во всем разбираться, быстрее всех искать какие-либо для себя возможности, сайты и так далее. Но, на удивление, огромное количество людей, например, не знает, что есть сайт hltv.org, да, где можно собрать всю информацию, связанную с CSGO. Что, банально, нет представления у людей, там, о сайте Na'Vi, да, опять же, то есть болеют за Na'Vi как команду, но при этом не знают о существовании сайта, где тоже огромное количество и киберспортивных новостей, и новостей, связанных с Na'Vi. И при этом можно найти сервера, где Na'Vi могут тренироваться, да, десматчи и так далее. Об этом всем не знают. Поэтому, возможно, стоит делать в будущем, опять же, под эгидой того же S-Force, к примеру, какой-то такой транснациональный сайт, куда бы заходили все, и там были абсолютно все игры. И, что самое главное, там был бы показан путь от начинающего геймера к профессионалу. Потому что, ну, сейчас это выглядит так. Ты должен играть, тренироваться, начинаешь с матчмейкинга, у тебя появляются друзья, ты с друзьями общаешься, дальше вы подписываетесь на какие-то группы ВКонтакте, заходите на какие-то киберспортивные сайты, читаете новости про онлайн-турниры, пытаетесь в этих онлайн-турнирах участвовать. У вас там получается, не получается, ну и, соответственно, кто-то забивает на игру, кто-то идет дальше, и, соответственно, кто-то становится профессиональным игроком, а кто-то нет. Но четко расписанного пути от начала до конца у нас до сих пор нет. И тут, конечно же, должны включаться в работу, опять же, те же руководители Naive, руководители S-Force, потому что именно у таких огромных организаций есть и возможности, ресурсы, и есть также, естественно, огромная аудитория. А когда у тебя есть аудитория, ты, соответственно, можешь начать, потому что аудитория, она сама дальше начинает генерировать, ну, сама себя генерирует, словно говоря. Это как, если проводить аналогию со стримерством, да, вот то, чем я занимаюсь. То есть ты можешь быть семь пядей во лбу офигенным стримером, но если у тебя нет аудитории, то один, два, три, пять стримов, тебя никто не посмотрит, ты забьешь. А если у тебя появляется аудитория, если она у тебя есть, точнее, начальная, хотя бы какая-нибудь, даже сто человек, если ты круто стримишь, то эти сто человек, они сами сделают все для того, чтобы о тебе узнали. Потому что они будут репостить твои новости, они будут выкладывать с тобой видео и так далее. Так и здесь. Поэтому Na'Vi, Virtus.pro, вот такие наши СНГшные организации должны, естественно, повлиять на это все, на ход событий и предоставить возможность человеку, молодому, школьнику, который еще там только заходит в интернет, сразу же для себя понять, как стать киберспортсменом. А стать им, на самом деле, не так уж и тяжело. Главное, чтобы был хотя бы какой-то талант, но, опять же, это не более 50%, ну и желание трудиться, работать над собой, делать все для того, чтобы стать лучшим. Тем более, у нас есть очень хорошие примеры. Это тот же Александр Костарев, он же Симпл, Флейми, Сиз, ну вообще вся пятерка Na'Vi, да, и при этом в Na'Vi как раз-таки собраны люди от самых молодых, да, до самых стариков, я имею в виду, Эдварда, который еще, по сути, в начале нулевых стал увлекаться киберспортом и до сих пор находится на про-сцене. Ну а также есть такие примеры, как ТАСС, Нео, Форест и Гетрайт, которые уже на протяжении 12 лет занимают призовые места в CSGO-сцене. Всем добра, надеюсь, я донес какие-то свои мысли. До новых встреч, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»